Он зашел в редакцию нашего телеканала со словами «Я уникальный человек, у вас таких еще не было». Признаемся, нас он заинтересовал. Чем и о ком, собственно, идет речь, расскажет Татьяна Барулина. Вот уже 56 дней Анатолий Цепкало в дороге. За его спиной путь в 2000 километров из Мурманска до Клина. Маршрут этой северной экспедиции, кстати, самый масштабный, проходит через 33 города-героя воинской славы и посвящен 70-летию Великой Победы. Это, конечно, пропаганда героических страниц наших отцов и матерей в годы войны. Это раз. И второе – пропаганда спорта. Работа с молодежью, работа в средствах массовой информации, на телевидении и пропагандировать, конечно, героические страницы нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Работа эта велась по всему маршруту. В жизни Анатолия Цепкало – это 32-я экспедиция. Он заслуженный путешественник России, член Русского географического общества. Говорит, за 62 года исколесил на велосипеде всю Россию. И неудивительно, только в день Анатолий приезжает около 100 километров пути. Пешие переходы делал, сплавы по рекам, лыжные переходы. Так что я профессиональный путешественник. В горы хожу, я же на Кавказе живу. В горах совершаем переходы. Профессиональный путешественник. Так что велосипед для меня – это как обычная ходьба. Опыт есть, наработки есть, сила, духа есть, воля есть. Знаю, как ехать, как быть бдительным на дороге. Днем Анатолий едет, а ночью спит. Но не в гостиницах и не в палатках, а в лесу или на открытом воздухе. Говорит, ему болезни не страшны. Вот сегодня где я спал? Вы спросите, где я сегодня спал? Под открытым небом, целую ночь, на автовокзале. У велосипеда пролежал прекрасный, замечательный, здоровый, вот сижу перед вами, закаленный организм. Сегодня Анатолий Цепкало должен прибыть в Москву, конечную точку его экспедиции. Впереди – обратный путь домой. Где его ждет семья, дети и внуки, русского путешественника. Татьяна Барулина, Наталья Красавина. Новости дня.